Всем добрый день. В Москве у нас уже 12 часов, и мы начинаем нашу презентацию совместно с нашими партнерами IELTS. В Москве сегодня солнечно, наконец-то наступило лето, мы так надеемся. Также солнечно и в других регионах, и ничего не обращает в вашей подготовке к IELTS, поступлению в зарубежные вузы и, разумеется, скорейшее финансирование по программе глобального образования. Как вы видите на этом слайде, наша презентация сегодня будет состоять из двух частей. Я начну с самого главного, с получения денег на обучение, и потом наши коллеги, которые расскажут, как сдавать IELTS. Потому что, вы знаете, в рамках программы глобального образования обучение не ведется на русском языке. И практически все ведущие университеты по программе, а их у нас 288 университетов, несмотря на то, что предлагают обучение на родном языке, это может быть обучение на голландском, может быть даже на арабском, на португальском, но у вас всегда есть опция обучаться на английском языке. Но, как вы знаете, без экзамена IELTS в зарубежные вузы вас вряд ли возьмут. Поэтому наши партнеры расскажут вам, как сдать IELTS на максимальный балл. Давайте все-таки начнем с программы глобального образования. Я, наверное, напомню, что эта программа правительства Российской Федерации, которая у нас появилась в конце 2014 года. С этого момента уже более 500 человек получили стипендии по программе, и вчера у нас была радостная новость, у нас еще 72 человека были объявлены победителем нашей программы. Всего до конца года можно получить еще около 160-190 стипендий, и мы как раз про это поговорим с вами. Программа реализуется по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации. Мы представляем Московскую школу управления Сколково в Центре образовательных разработок, который отвечает как раз за реализацию данной программы. В частности, мы помогаем вам выбрать вуз, страну, рассказываем, как сдавать экзамены, как вообще подавать зарубежные вузы, а далее мы помогаем вам во время вашего процесса обучения, и далее уже по возвращению помогаем вам с трудоустройством. Я напомню также, что срок реализации программы с 2014 года по 2025 год, как было у нас недавно объявлено в распоряжении правительства Российской Федерации от 15 марта 2017 года. Но здесь, уважаемые слушатели, я бы хотела обратить внимание на то, что пока наш показатель 718 человек, которые могут поехать по этой программе, он остается неизменным. То есть, соответственно, набор участников программы завершается в 2017 году. Сейчас мы говорим практически про last call, то есть те люди, которые успевают сдать хорошо IELTS с помощью наших коллег из BKC в центре IELTS, далее поступить в зарубежный вуз до конца 2017 года, могут начать программы даже в 2018 году. Это может быть программа, если мы говорим про Австралию, в феврале месяце, это может быть в Новой Зеландии, также в феврале, еще у нас в Бразилии, Южной Крымшарии, также начинают программы зимой. Но если вы получаете письмо о зачислении, и вам зарубежный вуз дает на программу, которая начинает с осени 2017 года, то ничего страшного. Самое главное, чтобы вы успели представить нам письмо о зачислении в 2017 году. Ну, давайте опять-таки сразу о главном поговорим о сумме денег, которую вы можете получить на ваше обучение. Сумма 2 миллиона 763 тысячи рублей в год. Это максимальная сумма. Если вы выбираете дорогие высшую учебные заведения, понятно, что не могу ли, процентов 80, вы прекрасно проходите с этой суммой. Ну, вдруг, а не с этой стране, на Лондон, Нью-Йорк, Токио, Сингапуре, говорят сейчас очень дорогой. Здесь мы честно предупреждаем, вы можете задействовать как свои собственные средства, у кого есть, а также вы можете получить стипендии от других университетов, которые также иногда выделяют частично на финансирование, и можете получить стипендии, как от правительства других стран. С нашей стороны, единственная просьба, чтобы не было двойного финансирования на обучение, на СИЛИЧНФИС, покрытие запустующих расходов на обучение. Все остальное, это, пожалуйста, вы можете это делать. Ну, разумеется, сообщить нам. Эта сумма выделяется на один год, то есть, соответственно, если мы с вами говорим про программы магистратуры, а мы говорим в основном про них, эта сумма может умножаться на два, и всего вы можете получить около 6 миллионов. Сразу возникает вопрос по поводу отчетности. Вот как вы отчитываетесь? Один из наших популярных вопросов. Мы вам честно говорим, что мы всегда в плане финансовой отчетности спрашиваем только ваши письма, подтверждающие, что вы заплатили университет. Не было никакого двойного финансирования, все число с вашей страной. Мы не ожидаем, что вы нам покажете какие-то чеки от того, как вы снимали жилье, как вы ходили в супермаркет, покупали какие-то предметы личной необходимости. Это все ваше собственное зоноответственности. Ну, к примеру, да, все нас спрашивают, где вы можете жить, когда учитесь за рубежом. Мы предупреждаем, что вы можете снять, к примеру, дом на берегу моря из своих собственных средств, если это не такая дешевая страна, как, к примеру, Китай, если вы уже потом готовы поделиться историей наших грант-получателей. Либо вы можете даже пять человек жить в одной комнате. Это и хотите сэкономить для того, чтобы путешествовать. Все это зависит от вас. То есть, еще раз, вы отчитываетесь только за сумму, которую тратите на обучение. Далее, напоминаем, программа действует только на post-graduate level. А именно, это может быть программа магистратуры, это может быть магистратура, так называемая, by research, by cross-work. То есть, вы можете проводить научные исследования, также вы можете брать какие-то курсы. Все виды магистратуры. Можно назвать MA, это может быть Master of Science, это может быть Master of Philosophy, все-все-все. Но, что касается аспирантуры. Изначально программа действовала на три уровня. Это магистратура, аспирантура и ординатура. Но аспирантура, программа, которой были до 13 миллионов 800 тысяч рублей, они пользовались просто вешенным спросом. И вот на данный момент, по состоянию на сегодня 20, коллеги, подскажите, 6 июля 2017 года, у нас осталась единственная квота для направления медицины. То есть, только на программу PHD могут поехать у нас медики. Но осталась программа еще ординатура. Здесь же я бы хотела сразу сказать, что программа не распространяется на программ двойных дипломов. Мы ожидаем, что вы будете учиться именно в зарубежном луге. Нет финансирования на программу MBA. И грант не выдаются на стажировки. На что он выдается? На сайте PetitKitchenBlog.ru есть много-много страниц текста с перечислением огромного количества программ. Вы можете получить финансирование на все эти программы. На этом слайде отражены только основные направления. Это наука, причем наука это может быть и астрономия, и биология, и диалогия, и много-много других наук. Так же, как и в области инженерного дела. Все, начиная от нефтегаза, заканчивая химической промышленности, авиационная, архитектура, много-много всего. В области образования самая популярная у нас программа в сфере управления высшим образованием, образовательной политики. Здесь обратите внимание, что единственная популярная программа, про которую, как ты спрашиваешь, это TESOL, это обучение английскому языку. Она не финансируется в рамках программы «Глобальное образование». Но тем не менее, те люди, которые хотели поехать на эту программу, сейчас уже у нас успешно учатся, учатся, как правило, по программе «Education Leadership», «Education Management», «Education Policy». Либо многие выпускники педагогических университетов пошли по направлению педагогика либо изучают психологию образования. Опять-таки, повторюсь, есть из чего выбирать. Как я уже сказала, медикам повезло больше всего. У них есть выбор как магистратуры, так и аспирантуры, PHD-программ, и также они могут поехать и на «Residence Programs» по-русски программы «Ординатуры». Также у нас представлено направление управления в социальной сфере. Обратите внимание, несмотря на то, что в постановлении правительства у нас написано экономика и управление. У нас нет как таковой экономики, исключение составляет экономика в сфере здравоохранения и в сфере нет. Только все, точка. Только такое направление представлено в нашей программе. Но вы можете поехать по «Социал-полосы», по управлению в сфере культуры, по управлению объектами социального значения. И также есть еще, я думаю, страница 15, с которыми вы можете знакомиться на сайте программы educationglobal.ru. То есть, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, напоминаю тем, кто присоединился по Пурию, пожалуйста, пишите в Тиэндэй, в чате, и мы обязательно на них ответим. Журналистики нет, нет международных отношений, нет у нас юриспруденции. Многие люди как раз поехали по управлению в социальной сфере, найдя какую-то смежную дисциплину. Университеты. Как я сказала, только в рамках нашей программы у вас есть шикарный выбор 288 университетов из 32 стран мира. Пока у нас представлены 23 страны, мы надеемся, что до конца года может быть какие-то страны также потянутся. Вы видите, 79 университетов США, 33 в Великобритании, Германия 25, Канада 15, ну и далее, вот вы видите, сколько университетов есть у нас на других мастериках. С чем связан этот выбор? Все очень просто. Мы хотим, чтобы граждане Российской Федерации обучались именно в самых топовых вузах, на топовых программах. И эти вузы были очень тщательно выбраны на основании трех рейтингов. Это Кью-Эс, брестанский рейтинг, шанхайский рейтинг, ARWU, ARWU так называемый, и также третий рейтинг, это по версии High Education Times американский рейтинг. Когда мы увидели, что два из трех университетов находятся в списке топ-300, соответственно, эти университеты уже и были в распоряжении и постановлении правительства. И все программы в этих вузах это программы топ-150 по так называемому Subject Flanking по предметным рейтингам. То есть, соответственно, сильные вузы и сильная программа. Очень часто, ну, я даже не знаю, по несколько раз на дню, нам предлагают письма о зачислении в другие вузы и умоляют сделать исключение. Уважаемые коллеги, мы имеем дело с федеральной программой, с правительственной, и все, что отражено в нашем списке, это за подписью первого лица в постановлении правительства. То есть, другими словами, мы, как бы этого не хотели, мы не можем сделать исключение правил. То есть, мы можем финансировать только те программы и те направления, которые есть в нашем списке. Что касается требований к участникам. Ура, у нас пошли вопросы. Прекрасно. Мы обязательно на них на все ответим. Напоминаю, что вы можете как в чате, так и в Q&A. Есть такая опция «Поднять руку», но она у нас неактивна. Пожалуйста, все, что вы хотите сказать, напишите, и мы обязательно на это ответим. Можем писать анонимно. Требования к участникам. Все очень просто. Программа правительства Российской Федерации, поэтому логично, что только граждане Российской Федерации могут поехать по этой программе. Часто сдают нам коллеги из Больших Союзных Республик, что делать, если они ожидают сейчас гражданства. Вот, к сожалению, только на тот момент, когда гражданство будет получено, мы можем рассматривать их заявки. Если два гражданства, но одно из них российское, пожалуйста, мы с нетерпением ждем ваши заявки. Также поехать вы должны только по российскому паспорту, ну и, соответственно, этот паспорт представить, когда мы подписываем с вами соглашение. Так как программа у нас на постпроизводе, вполне логично ожидать, что у вас уже есть диплом о высшем образовании. Студенты последних курсов могут участвовать, им будет дано так называемый conditional offer, и после того, как получен диплом, этот conditional offer приходит нас в one conditional. Так что, пожалуйста, те, кто обучается на последнем году обучения, будь то специалист, бакалавр, никаких проблем с этим нет. Популярный вопрос, что делать, если первый диплом не российского университета. Ничего страшного, подавать заявку с ним спокойно в университет. У нас не имеет значения, так как я сказала, мы не дискриминируем по ряду признаков, включая возрастную. Тоже часто задают вопрос, как быть, если мне уже там 30+, 40+, и так далее. Смотрите, с нашей стороны никаких проблем нет. У нас самой опытной участницей 54 года, есть у нас люди, которым 30+, те, которые уже, как правило, были профессора в университете и сейчас едут с целью обучения квалификации. Абсолютно дискриминации нет. И самое главное, два момента, на которые я хотела обратить ваше внимание. Мы ожидаем, что вы уже с помощью наших партнеров, вы уже поступили в один из зарубежных вузов, и показываете нам письмо о зачислении. То есть, соответственно, с этим письмом вы уже обращаетесь к нам. Вы регистрируетесь у нас на сайте, все происходит онлайн, никуда к нам не надо ездить, так же, как вы поступаете, когда в зарубежные вузы, вам не требуется ехать куда-либо. Так вот, для нас самое главное и гарантия того, что вы можете стать участником этой программы, это то, что есть документ о зачислении. Обращаю внимание, он должен быть unconditional. Очень часто бывает, требования по языку, как правило, в ведущих вузах требуется IELTS 6.5, но студенты подаются к нам с IELTS 6.0, данный вуз. Ну да, к сожалению, мы вынуждены подождать, пока вы поработаете над вашим языком и покажете нам же IELTS 6.5. После этого никаких вопросов нету к вам, и мы радостно уже с вами продолжаем взаимодействие. И последнее, как вы понимаете, что вы, когда подаете на правительственную программу, мы ожидаем, что мы инвестировали в вас, программа правительственной Российской Федерации инвестировала в вас большую сумму денег, но вы после этого возвращаетесь к России минимум на три года. И после этого работаете, разумеется, за деньги, а не просто отрабатываете в какой-то из российских компаний. Но я более подробно остановлюсь на этом чуть попозже. Согласно условиям части программы, вы должны подписать соглашение. С соглашением можно заранее ознакомиться на нашем сайте еще на этапе подачи заявки на программу. Вы видите по этой ссылочке, кстати, презентация, как вначале коллеги сказали, будет вам отправлена. Вы получите как вот эту запись вебинаре, также и все контакты, презентации и еще много-много дополнительных ссылок от нас, от программы «Глобальная образование». Далее вы должны вернуться в Россию в течение 30 дней после окончания обучения или по получению диплома. То есть бывает, что в китанских вузах вы сдаёте церстацию, тезис, субмишн, где-то в начале сентября, но диплом вам бывает в декабре-январе, то есть у вас есть вот как бы вариант выбрать, когда возвращаться. И далее, после того, когда вы вернулись в Россию, надеюсь, нашу помощь, вы находите работу и это происходит где-то в течение трёх месяцев. Далее три года согласно соглашению, которое вы подписали, вы работаете в одной из организаций работодателей не менее трёх лет. Если это не происходит по неуважительной причине, назовём это так, тогда вы выплачиваете штраф в двукратном размере от суммы гранта. Ну, понятно, что бывает болезнь, бывают медицинские показания, бывают в последнее время беременности у наших участников, тогда вы просто берёте декретный отпуск либо академий отпуск, а затем уже продолжаете выполнение обязательств. Спрашивают, является ли декретный отпуск как раз возможно, уходит ли в эти три года осуществление трудовой деятельности. Я понимаю, что вы решаете демографическую ситуацию в стране, но, тем не менее, нет, это не является не защитиваться в эти три года. трудоустройство. Здесь мы рады сообщить, что у нас постоянно растёт список организаций работодателей. Вот вчера у нас вышел новый протокол за состояние наблюдательного совета, и мы увидели ещё больше организаций, то есть у нас 600, но я думаю, что это 600 плюс-плюс, где вы можете осуществлять трудовую деятельность. Обратите внимание, что 1600 участников фонда «Сколкова» также находятся в этом списке. Также более 600 президентов технопарков, где вы также можете трудоустроиться. Опять-таки, право выбора трудоустройства, вы сами выбираете эту организацию, и далее только вы подписываете контракт. Мы, разумеется, содействуем вашему трудоустройству, но далее надо понимать, что мы не можем, несмотря на то, что популярный организационный «Газпром» уроки в нашем списке, мы не можем сделать так, чтобы нашему участнику выдали сразу зарплату 250 тысяч рублей в один месяц, и трудоустройство происходило как-то... Да, я вижу вопросы, я спасибо, я на них обязательно отвечу. Здесь я вынуждена предупредить сразу, что программа изначально планировалась для развития региона. То есть, только 10 человек, раньше, 10% от общего числа, 718 человек, могли поехать в Москву, и Петербург. Вот сейчас, в соответствии с последним постановлением правительства, квота составляет 25% от числа участников. Но здесь сразу маленькая такая подсказка, что, допустим, Московская область, а мы вот, наш проектный офис расположим в Бизнес-Школе Сколково. Это, наверное, несколько километров от МКАДа, и мы уже Московская область. То есть, квота на нас бы не распространилась. То же самое, три наших участника уже устроили Сколковский институт эти технологии. Это уже Московская область, то есть, соответственно, они не забирают московскую квоту. Если будут вопросы, я буду дальше, после презентации, рада прокомментировать. Вот вы видите скриншот. У нас очень такой юзэк-сайдли сайт educationglobal.ru, где есть все списки компаний, описаны правила трудоустройства, есть электронная очередь, то есть много-много всего, я уверена, вы найдете на этом сайте. Также обратите внимание, у нас появилась первая история успеха. Как я сказала, программа у нас действует с декабря 2014 года, когда был первый конкурсный отбор, и большинство участников пока у нас все-таки уезжало. И вот первые возвращенцы, те люди, которые окончили обучение, они возвращаются только сейчас. Вот у нас пока только 34 человека, которые трудоустроены, цифры каждый день растет, и у нас уже появилась первая история успеха. вы можете с ними ознакомиться на нашем сайте, увидеть, где наши герои, которыми мы гордимся, уже работают, и что они делают в разных регионах России. Это тоже есть наш success stories на сайте. Обратите внимание, на сайте также у нас есть график-мероприятие. Сейчас у нас так называемый low season, лето, но мы, начиная с сентября, будем рады пригласить вас на следующую серию вебинаров. Также у нас будут проходить выставки. Мы подтвердили участие в миссии австралийцев в Питере и в Москве будут у нас австралийские университеты в сентябре. Далее мы будем участвовать в миссии британского посольства, в выставке британского совета, извините, не посольства. И вчера также мы подтвердили приезд итальянцев в Россию и наше участие вместе с ними. Опять-таки мы стараемся вам показать разные возможности, но выбор далее будет за вами. То есть следите за нашими графиками мероприятий. Также на сайте вы увидите все рекомендации по поступлению, наша методичка, что требуется для поступления в зарубежную ВУЗ. Здесь же будет висеть наша презентация «Как сдавать IELTS с контактами наших партнеров». И также вы увидите на нашем сайте есть такая табличка, это называется «Сертифицированное образовательное агентство». Это наши партнеры, которые знают все нюансы нашей программы и также вам бесплатно помогают. То есть посмотрите, какое агентство есть в вашем городе, но не обязательно оно должно быть территориально расположено там же, где вы. Наши коллеги очень активно работают онлайн, по скайпу и всегда готовы вам что-то подсказать, сказать, какие сроки подачи документов, какую страну, какие нюансы и пожалуйста, обращайтесь к ним. Есть у нас полезные ссылки по странам, то есть на самом деле у нас уже собрано много-много всего, что готово вам помочь в этом процессе. Ну давайте мои коллеги уже практически готовы рассказывать про презентацию IELTS, но я пока хотела немножко суммировать преимущество программы глобального образования, то есть почему вы должны, это все, у вас есть право выбора, почему вы можете воспользоваться преимуществом программы глобального образования. Ну то есть первое, я хвастаюсь, что только у нас есть выбор 32 стран мира, 288 университетов и опять-таки в зависимости от того, хотите ли вы обучаться в Австралии, в Италии, в Бразилии, да, у нас есть человек в Бразилии, есть у нас даже Аргентина, пока прогнозы никаких заявок, то есть выбор за вами. Прием заявок у нас осуществляется в течение всего года, но здесь обратите внимание, что следующая дата конкурса конкурса, это 20 августа и 5 ноября, так что вы можете успеть в этот срок. Консультации бесплатные, наш телефон, который будет на следующем слайде, тоже абсолютно бесплатен всех регионов Российской Федерации, ну и самое главное, что у нас сумма финансовой поддержки, она более чем конкурентоспособна, если даже вы сравните большинство стипендий, которые предлагает правительство других стран. И то, что еще замечательно, вы, когда подаете нам на стипендию, вы получаете гарантированное финансирование всего периода, то есть если программа у вас 32 года в магистратуре, бывает на 4, вы сразу получаете ваше соглашение, полную сумму, то есть это будет 6 миллионов, там 9 миллионов, в зависимости от предложительности обучения. И вам не надо каждый раз научиться подавать в Аплай на следующий год финансирования. Ну, понятно, что вам надо будет заполнить финансовые документы, отсчитаться, и после этого у вас будет переведена стипендия на следующий год. Но, опять-таки, вот только в нашей программе есть у нас содействие с трудоустройством по возвращению, потому что во многих других программах такая опция не имеется. Ну, и я хочу сказать, что у нас уже где-то около 500 участников, да, с учетом вчерашнего отбора, и у нас формируется такая замечательная команда JP Alarm Club. То есть у нас формируется такой клуб тех людей, которые закончили элитную вузу программы ТОП-150 по странам и по направлению. То есть, в частности, допустим, по направлению образования у нас уже более 100 человек, которые обсуждают и какие-то совместные исследования, и какие-то совместные проекты, расположенные в разных городах, которые закончили разные совершенно системы образования. То есть, на самом деле, быть одним из таких достаточно круто. Да, самое главное, 190 мест, одно из них может быть ваше. First come for soft. Я предлагаю для тех, кто ощущает в себе силы, кто достаточно мотивирован, зарегистрироваться на нашем сайте урекишнаглобу.ру, потому что один из критериев это как раз тоже срок регистрации в системе. Самое главное, последний слайд, и мы перейдем к вопросам. Телефон нашей короче-линии по московскому времени работает. С понедельника по пятницу. 8-750-56-2-3, вы сюда можете позвонить и получить какой-то наш совет. Но я бы все-таки хотела предложить сначала ознакомиться со всей информацией, которая есть на нашем сайте, потому что есть у нас раздел и выкинки Ask Questions, и какие-то рекомендации. И когда вы уже не найдете это на нашем сайте, репишнаглобу.ру, вы тогда можете нам позвонить, а можете написать. А еще у нас есть группа в Фейсбуке и Вконтакте, где много полезных советов, какие-то рекомендации. И самое главное, советы тех людей, которые уже прошли весь этот путь, которые поступили, которые уехали, которые обучаются там, и некоторые, которые возвращаются и делят свою историю успеха, дают какие-то лайфхаки, какие-то инсайты, работают нашими менторами. Некоторым из них, даже я бы сказала многим, можно всегда написать, и они вам что-то посоветуют. Достоинство обучения в Меддурме, преимущество сильное, ну вот к примеру, да, хотя на самом деле у нас много-много всего. Ну и, конечно, как источное вдохновение, наши группы в Инстаграм, Education Global, смотрите, как проводят свой досуг, обычно у нас как-то учеба не столь активно ребята помещают в Инстаграм, ну посмотрите, будем рады. Так, а сейчас мы переходим к вопросам. И пока, да, у нас готовятся выступать наши коллеги. Так, давайте с самого начала, да, одну минутку. Так, начнем с самых первых. Вопрос от Александра. Давайте я зачитаю, потому что, наверное, не все у нас смотрят. Я правильно понимаю, что в этом году надо поступить, то есть в следующем году квот уже не будет. Александр, вот вы понимаете совершенно правильно, по состоянию на сегодня мы знаем, что последние отборы будут в 2016 году. Я не знаю, что было в 2017 году, боюсь, что никто сейчас не может сказать, поэтому мы ориентируем всех на 2017 год. Но позвольте повториться, сказать, что вы можете начинать учебу в 2018 году как зимой, так и летом, так и осенью. Самое главное, что было письмо о зачислении именно в этом году. Задают вопрос, каковы шансы, что программа будет продлена, число квотов аспирантура будет увеличено. Ну, знаете, прогнозы, это как бы дело неблагодарное. Я, наверное, не буду гадать только фейдной буши, я не возьму на себя такую ответственность, сказать в процентах шансы. Понятно, что мы все надеемся на лучшее, но готовимся к поступлению в этом году. Хорошо? Так, опять вопрос от Александра. Если диплом не по той специальности, по которой я работаю и собираюсь поступать, ничего страшного, самое главное, чтобы вас взял принимающий вуз. У нас было много случаев, и мы сами как бы во всех презентациях охотно рассказываем, как писать как стейджмент и пропис, чтобы подчеркнуть опять-таки ваш профессиональный опыт и сказать, что, ну, действительно, когда вы в 16 лет поступали в учебное заведение, вы как бы не совсем понимали, чем вы хотите заниматься. Но далее вы как бы осознали и это все реализовали в своей профессиональной деятельности. То есть, бывает, как academic recognition, бывает professional recognition, здесь вы, конечно, будете делать упор на свои ленившие интересы и далее на опыт именно в этой сфере, которая в ней связана была с образованием. Следующий вопрос. Есть ли в УЗ в Испании обучение на испанском языке? Прекрасно. Вы можете обучаться в Испании как на каталонском, так на испанском, так и на английском. Вы приходите за вами. Нужен ли Алис все равно? Нет, Александр, Алис не нужен. Да, следующий вопрос. А можно ли путешествовать в России в течение трех лет? Слушайте, друзья, у меня не было цели вас забывать. Я, конечно, три года, вы можете путешествовать не только по России, вы можете, более того, путешествовать по всему миру, а еще вы можете ездить в командировки даже длительные от вашего работодателя в другие страны. То есть поймите, что нет такого, что три года границы на замке и вот вы должны сидеть в том месте, где вы работаете. Кстати, я забыла сказать самое важное, что вы можете менять своего работодателя два раза, если в первом случае что-то не случилось, не сложилось, не сошлись с характерами, пожалуйста, вы можете изменить эту ситуацию. Так, следующий вопрос. Насколько строги требования по устройству к работодателю с различными аффилированными юридическими лицами, например, сберть тех в Самаре, в Екатеринбурге могут иметь разные юридические лица? Александр, давайте вы напишите ваш вопрос на Global EAD вот конкретно со всеми ссылочками на сберть тех в Самаре, в Екатеринбурге и мы, отлично, посмотрим и вам ответим в взаимопорядке, так как бы очень сложно сказать. Следующий вопрос. Если я генеральный директор компаний можно после обучения продолжить работать в своей компании, то есть может ли моя компания быть в списке организации? Александр, смотрите, у нас есть определенные требования, которые предъявляются компаниям, то есть компания не должна находиться в стадии банкротства, быть 3 года на рынке, вы можете посмотреть у нас на сайте всю информацию. Если вы соответствуете время вашей компании всем этим требованиям, вы можете также подать заявку на включение в наш список. На сайте есть шаблон, если возникнут вопросы, мы подскажем. Следующий вопрос. Слышал, некоторые университеты не требуют сдачи IELTS от действующих учителей английского языка. Есть ли такое? Некоторые университеты, да, это не требуют, но мы имеем дело с вузами, которые топ-300 и программы топ-150. Как правило, у них единственное исключение, это то, если вы до этого обучались на английском языке в англо-говорящей стране. То есть тогда они, да, тогда они, в общем-то, делают исключение, но опять-таки, это зависит, когда. Если вы это делали 20-25 лет назад, то тогда они все-таки попросят переподтвердить и сдать экзамен. Можно ли взять TOEFL вместо IELTS? Да, конечно, но это зависит от требованиям университета. Но я повторю, что многие, допустим, американские университеты стали принимать IELTS, но при этом не все британские университеты стали принимать TOEFL. То есть IELTS, он, честно говоря, по статистике, он более распространен. Что сдавать вам, выбирайте только вы. То есть всем уважаемым коллегам, да, я просто вынуждена сказать, что есть такие разные опции. Следующий вопрос. Так, как у нас такое время есть? Да, есть. Прошу прощения. Нет, это я читаю. Хотела бы уточнить, двойное финансирование не допускается для сопутствующих расходов, но допускается для обучения. Нет, допускается, наоборот, все для сопутствующих расходов, не допускается для обучения. Нет, нельзя два раза профинансировать обучение, все остальное можно. Так, вы сказали, помимо гранта по глобальному образованию можно получать стипендию от университета и проезд из другого государства. Да, можно, но это как раз идет речь о сопутствующих расходах. И в том случае, если с другой стороны нет каких-либо других препятствий со стороны глобального образования, такого нет. Но бывает, что ряд правительств других стран, они как-то не очень относятся и запрещаются своим граммополучателям. Это лучше уточнить с другой стороны. Опять вопрос, сразу на больное место по поводу продления программы на 2017 год. ВУЗы действительно хотят видеть людей, у которых GPA не ниже 4.5 по принципальной системе, но эти требования отличаются от ВУЗа к ВУЗу и даже программы к программе. То есть, допустим, для людей коммунитарных специальностей иногда палкают выше, но при этом в том же самом университете можно идти с меньшей GPA на какие-то технические предметы. Если нет такой средний температура по планете, то, пожалуйста, вы посмотрите конкретно вашу программу. 190 мест – это только на этот год или всего? Или в ГИС у нас всего 718 мест. Это наш KPI, который мы должны выполнить и, похоже, выполняем до конца 2017 года. Но, учитывая, сколько людей у нас сейчас есть в программе, я бы сказала, что наше число до конца – это, наверное, 160-190, те, кто могут получить финансирование в этот год. Еще один вопрос. Сколько времени проходит обычно от момента подачи всех документов до рассмотрения заявки и подписания ДКМП в точке получения гранта? Хороший вопрос. Спасибо. Мы говорим именно про документы на программу глобального образования, правильно? Потому что поступление в Турбежные ВУЗы – это немножко другая тема. Поверьте, пожалуйста. Лисан, давайте мы на конкретном примере это разберем. Вот у нас следующие даты в конкурсных отборах – это 20 августа и 5 ноября. Вы можете поступать и получать письмо о зачислении до 20 августа. Ну, вот максимум еще 5 дней, да, мы ждем наш внутренний бедлайн 25-й. А после этого мы в проектном офисе школы Сколково рассматриваем ваши документы, если все нормально, идет в соответствии университета. Программы. Вы прислали полный комплект, а мы с вами работаем всегда в результатном порядке, говорим, если пакет не полный. Так вот, если все нормально, мы подаем документы Министерству образования и науки Российской Федерации, нашему госзаказчику. Далее, где-то примерно месяц идет процесс рассмотрения. Иногда человеческий фактор бывает в задержке. Как вот в этом году, я честно говорю, в этом отборе у нас прошло полтора месяца. То есть самое позднее, соответственно, 20 августа плюс полтора, мы говорим с вами про конец сентября, но давайте сразу скажем про начало октября, когда будет одобрение и когда выйдет так называемый протокол заседания наблюдательного совета. Так вот, в этом протоколе будет ваша фамилия, а после этого, соответственно, у вас есть время на подписание соглашения. Вы, как только его подписали, у вас будет 30 дней на это, после того вы уже можете получать деньги. Деньги идут на ваш счет и, как правило, это 30 дней, но здесь очень сильно индивидуально зависит от вашего банка. Единственное исключение, если вы сейчас подаете на программу обучения, которая начинается в конце 2018 года, вы не можете получить деньги, потому что они к вам придут где-то за 3 месяца, согласно нашим правилам. Ну, будет вполне логично этого ожидать. Ну, а далее у вас есть время подать на визу, разобраться с жильем, послушать все наши фигипачи ориентейшн, которые мы проводим в основном стране, пообщаться с бувалами, потому что я забыла сказать, когда говорю про мышцу программы, что сейчас те вот новички, которые приезжают на насиженные, на наморенные места, где у нас уже есть ребята, которые уже поделятся, отдадут то, что им надо при отъезде, то, что необходимо вам. И здесь у нас как-то идет уже действительно обмен опытом гораздо уже по разным университетам. Следующий вопрос. На сайте программы глобального образования написано сверху количество заявок в текущем отборе 182. Сколько из них будет отобрано в третьем отборе, сколько будет оставлено на четвертый отбор? Спасибо. Ой, Алексей, у нас действительно 182 человека подало заявки на участие в этом отборе. Но я вам скажу честно, по опыту предыдущих отборов у нас конверсия где-то 30%. То есть только 30% людей, это у нас где-то около 60% получается, скорее всего смогут поступить и представят письма о зачислении. Что происходит с другими? Мы видим, что нет письма о зачислении, соответственно, мы их заявки не рассматриваем. Здесь вы можете пока по состоянию подписывать 60 человек, отнять от где-то цифры, не знаю, берем среднюю 170, 170 минус 60, ну, соответственно, 110 человек. Но, опять-таки, картина мира нет каждый день. Каждый день мы видим, что те люди, которые зарегистрировались, они прикрепляют письма о зачислении, ну, и картина мира будет меняться. Алексей, понятно, да, что здесь вот те люди, которые поступают, но не так что, все подпишут, да. Вопрос от Елены. Если я не закончу университет по программе магистратуры, нужно ли возвращать грант? Да, Елена. Если вы не закончите университет, вам надо будет возвращать не только грант, но и платить штраф в кратном размере. Потому что мы ожидаем, что вы не только уедете в случае деньги, но и закончите программу. Потом еще вернете в Россию и требуете работать. Если это не происходит, ну, тогда наступают наши санкции, и, к сожалению, да, мы вынуждены будем вас попросить вернуть сумму гранта и заплатить штраф. Но, Елена, опять-таки, если вы поступили в университет, это означает, что у вас язык на нужном уровне. Университет вас взял, и это зависит только от вас. Какие у вас будут приоритеты? Учиться, либо, ну, как бы, work on life balance. У вас период, наверное, в сторону life balance, и, соответственно, вы не закончите, и расстроимся мы все. Вопрос от Никиты. Можно ли поступать на обучение через русские предстоительства вузов? Что такое русские предстоительства? Что? Спасибо, коллеги. Никита, вы имеете в виду сертифицированное агентство, да? Образовательное агентство. Да, конечно, мы с ними активно работаем. Единственное, я хотела просто обратить внимание, что у нас на сайте есть список этих агентств, и вот именно вот эти агентства, они знают все нюансы поступления. Пожалуйста, мы только это посчитаем. Были ли уже случаи, чтобы участник не сумел закончить образование? Да, я это не скрываю. У нас сейчас есть несколько случаев. В первом случае у нас по медицинским... Нет, у нас уже два случая, когда по медицинским показаниям участник был вынужден в первом случае поменять программу на другую программу образования, а в втором случае взять академию отпуск и продолжить далее, когда все программы со здоровьем будут решены. Был на случай беременности, то же самое человек, девушка, когда взяла академию или берет в процессе, далее уже приступает к продолжению обучения после какого-то периода времени. Следующий вопрос. Можно ли сдавать вступительные экзамены в зарубежные вузы? Елена, как таковых экзаменов нет, все происходит онлайн. В рамках этой презентации мы не ставим целью рассказать, как поступать в зарубежные вузы, но на нашем сайте reketchen.ru есть у нас очень подробная презентация по поступлению в зарубежные вузы. А на нашем видеоканале, также вы видите ссылочку на том слайде, который висит, есть у нас такой же вебинар, где мы подробно останавливаемся на всех аспектах поступления в зарубежные вузы. Я приглашаю вас туда. А, Лисан, да, 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 спасибо, вы подтвердили, я уже ответила на этот вопрос, что речь шла о подаче документов на глобальное образование. Мы с вами уже обсудили все сроки, сколько времени проходит по всем этапам. Следующий вопрос. Можно ли подать заявку в следующем году, в 2017 году? Елена, вот по состоянию сегодня у нас набор может завершиться в конце 2017 года. То есть, если вы хотите успеть, вам необходимо это сделать в этом году. Лисан, каков основной критерий отбора участников? Лисан, все элементарно, это письмо о зачислении в зарубежные вузы. То есть, те люди, которые смогли это сделать, они становятся нашими рампополучателями. Вопрос от Александра. Можно ли сейчас зарегистрироваться на четвертый отбор? Четвертый отбор у нас, Александр, начнется только тогда, когда завершится третий, но никто не мешает вам зарегистрироваться сейчас, а потом просто перейти в четвертый отбор. То есть, 20 августа у нас закрывается эта очередь, и, соответственно, через несколько минут, 21 августа после полуночи, у нас 24-й отбор. Так, по-моему, я в Q&A, нет, в чате я ответила на все вопросы. Давайте посмотрим, что у нас есть в Q&A. Первый вопрос у нас дублируется. Вопрос от Родиона. Второй, я тоже его зачитаю. Скажите, пожалуйста, если во время учебы в зарубежном университете удастся добиться стипендии в виде скидки на оплату обучения, освободившаяся часть гранта, предназначенная для оплаты обучения, останется у студента, либо ее необходимо будет вернуть в программу глобального образования. Родион, вы можете написать ваш конкретный случай, чтобы мы индивидуально разобрали, но если эти деньги у вас, вы можете... Подожди, не совсем понимаю. Родион сейчас находится, если я ошибаюсь, в процессе поступления. Это не конкретная ситуация, а он узнает наперед. А, наперед, да, потому что я думала, что здесь уже конкретная ситуация, потому что я уже помню имя Родиона. В случае, если вы получите скидку в процессе обучения, когда вы будете сдавать отчетные документы, вам необходимо будет обязательно предоставить письмо о том, что вам была выделена стипендия, в каком размере, и при пересчете сметы, скорее всего, у вас будет неподтвержденный остаток средств, которые необходимо будет перечислить обратно на счет интерпризывания. Родион, ну, вы напишите нам, да, и мы посмотрим, что нужно сделать. Хорошо, друзья, я верю, что вопросов больше нету, но вы можете по мере осмысления, рефлексии продолжать их писать. А я пока радостно поддаю слово нашим партнерам, которые вам как раз расскажут. Первое, как сдавать IELTS, второе, как его сдать на максимальный балл, и чтобы это вас приблизило к поступлению в зарубежный луз. И я передаю слово Левону, но вы можете писать вопросы по программе глобального образования. Мы никуда не уходим, мы остаемся здесь, и будем рады пообщаться с вами после презентации Левона. Пожалуйста. Замечательно. Дорогие друзья, рад вас приветствовать в нашем вебинаре. И сейчас я бы вам хотел рассказать про экзамен IELTS, что это такое, зачем он нужен, для чего его используют, какие есть у него преимущества. Итак, начнем. Во-первых, что такое IELTS? Для тех, кто еще не совсем знает, IELTS — это аббревиатура, расшифровывается как International English for English Testing System, или по-русски Международная система оценки знаний английского языка. То есть это даже не экзамен в нашем традиционном понимании, это именно система, особая система оценки знаний. Эта система была разработана в 1989 году, и как раз таки с целью того, чтобы придумать такой особый экзамен, универсальный экзамен, который может оценить уровень владения английского языка у любого человека с любым уровнем владения языка. И на данный момент в мире существует более 1100 тестовых центров, более чем 140 странах мира, где вы можете сдать экзамен IELTS. Весь в этих тестовых центрах, во всех этих странах экзамен проводится одинаково, везде одинаковые стандартные и практики. Экзамен сам принадлежит трем организациям. Три организации имеют авторские права на экзамен. Это British Council, IDP Australia и Cambridge English Language Assessment. Сразу хочу отметить то, что British Council, Битанский совет по-русски, это именно та организация, которая авторизует именно наш тестовый центр, BPC International House, по чьей гидой мы работаем и проводим экзамен. Для чего нужен IELTS? Тут все достаточно просто. IELTS задается с тремя целями. Первая цель – это обучение учебных заведениях на английском языке. Это причем не обязательно может быть за границей, Англия, США, Канада, Австралия, не только Англия, а и различные страны. Это может быть и в России, если программа на английском языке, или же если вуз выставляет как требование наличие сертификата IELTS. Либо это может быть страна не англоговорящая, где также программа преподается на английском языке. Вторая цель – это для эмиграции за рубеж. Если вы планируете когда-либо, эмигрироваете в страну вашей мечты, то, скорее всего, вам придется сдать IELTS. Эта речь идет именно о странах англоговорящих. Это Англия, Канада, Австралии, Новой Зеландии, США. И для трудоустройства. Ну, последняя цель задача IELTS. Ну, тут, если компания, скажем, очень большая, международная крупная компания, где так или иначе общение внутри коллектива и работы происходит на английском языке, то там тоже вас могут попросить предоставить сертификат на IELTS, подтверждение вашей компетенции языковой. Как уже сказала моя коллега Ксения, в США тоже теперь начали принимать результаты экзамена IELTS. На данный день это свыше 3000 высших учебных заведений США признают результаты IELTS. И в эти 3000 вузов входят также ведущие вузы этой страны, входящие в Лигу Плюща, такие как Гарвард или Принстон. Ну, и большинство других ведущих университетов. Поэтому, если у вас есть сомнения, что задавать при поступлении в Америку TOEFL или IELTS, если вы склоняетесь больше к IELTS, а я буду рад, если вы больше склоняетесь к IELTS, то, не сомневайтесь, IELTS там подойдет в том числе. Теперь я бы хотел рассказать про преимущество экзамена IELTS. На сегодняшний день по статистике экзамен задает более 2,5 миллиона человек. каждый год по всему миру. Эта цифра говорит о том, что экзамену безграничны доверяют его тест-тейперы, так называемые, что сертификаты экзамен пользуются популярностью и имеют применение, имеют, так сказать, право на существование. Этому экзамену доверяют более 2,5 миллиона человек. Далее. свыше 9 тысяч организаций признаются государством IELTS. Есть у IELTS, есть головной сайт, главный сайт экзамена IELTS, iels.org. Вот на этом сайте есть список этих 9 тысяч организаций. Конечно, постепенно этот список пополняется в новом организации. И эти организации, это могут быть как и образовательные учреждения, вузы, то есть, да, это могут быть и компании, которые в дальнейшем планируют вас тоже устроить, это могут быть правительственные организации, связанные с инновационным учетом, инновационной службой. И этот список постепенно пополняется. Результаты становятся доступны на 13 день после сдачи. Это, пожалуй, одно из самых больших преимуществ по сравнению с другими экзаменами. Вот, например, экзамен TOEFL, там результаты также становятся доступны на 13 день, но сертификат вы можете получить только через 5 недель. IELTS и результат на 13 день, и сертификат на 13 день вы сможете получить. Также еще для сравнения, результаты кембриджских экзаменов, это имеется в виду FCE, CIE, CPE, они готовятся до 2 месяцев. Очень долго, да. В этом плане IELTS это самый быстрый экзамен по выдаче сертификатов. Вы можете очень гибко подойти к вопросу дедлайнов и более грамотно, более четко составить, расписать свои ваши планы действий. Далее, сертификация на действительные 2 года. Ну, тут можно, конечно, поспорить. Многие скажут, что где же здесь преимущество, если есть экзамены типа кембриджских, которые действительно пожизненные. Здесь можно сказать, что в течение этих двух лет, пока действует ваша сертификация, ни одна организация, ни один человек, который вы не подавали, он будет не показывать его сертификации, не может усомниться в ваших знаниях. Считается то, что в течение двух лет человек не может забыться, его знания не могут ухудшиться в такой степени, чтобы его реальные знания не соответствовали баллу у него в сертификате. Если, скажем, вы сдали кембриджский экзамен пять лет назад, десять лет назад, то тут, конечно, у людей возникнет сомнение, а действительно вы еще владеете языком на прежнем уровне. С Айлсом такой проблемы у вас никогда не возникнет. И также тут еще можно добавить, что два года действия сертификации и, скорее всего, в большинстве случаев за эти два года вы найдете применение вашего сертификата, поступите в ВУЗ, вы едете за границу, трудоустроитесь, и, в принципе, необходимости задавать его повторно у вас, скорее всего, не будет. Поэтому два года — это более чем. Также у Айлса есть два модуля, которые вы вправе выберете. Первый модуль — это Айлс Академик, он нужен для обучения. И второй модуль — это Айлс Дженерал, он требуется для иммиграции и для трудоустройства. Чем они друг от друга отличаются, я чуть позже расскажу. Вот как раз-таки на этом слайде вы можете увидеть формат экзамена. Экзамен, как и большинство других экзаменов, по английскому состоит из четырех частей. Это Listening, Reading, Writing, Speaking. В зависимости от экзамена и последовательность могут отличаться, да? Но в Айлсе именно как вот сверху вниз представлены последовательные места, и на настоящем экзамене вы будете задавать с такой же последовательностью. Сам экзамен занимает примерно три часа, плюс-минус, плюс-минус 10-15 минут. Часть лицами идет 30 минут, и потом вам дается еще 10 минут на время, чтобы перенести ваши ответы с, так сказать, с question-буквы на answer sheet. General Reading и Writing длится по 60 минут каждый, и Spitting от 11 до 47 минут. То есть, на сумме как раз-таки получается где-то всего 3, примерно 3 часа. И также вот на этом слайде вы можете видеть, чем такие отличаются Academic и General. Они отличаются в частях Reading и Writing. По времени лезь одинаково, но отличие в контенте, отличие в заданиях, принято считать, что General Training он попроще будет, полегче, чем Академика. В Академике Айлса вам там придется использовать академическую лексику, академические термины. General Training этого, скорее всего, не будет. Например, если брать часть Writing, первое задание части Writing, это если мы говорим про General Training, вам нужно написать письмо. Это письмо может быть формальное, скажем, культуру организацию, это письмо может быть неформальное, родственнику, другу, маме, папе, неважно. А в Академик Writing там вам будет представлен график. Графика всплывает несколько видов. Со всеми ими можно ознакомиться на доступных ресурсах, на главном сайте, на нашем сайте тоже можно это увидеть. и вам нужно будет этот график описать научными терминами, экономическим языком. Согласитесь, да, одно дело использовать академический язык, описать график, а то, и одно дело писать письмо. Здесь совершенно разные вещи. При этом Listening и Speaking они ничем не отличаются, там одинаковые, одинаковые материалы. Абсолютно одинаковые. Вот на этом слайде вы можете увидеть собственно шкалу измерения баллов files от 1 до 9 вы можете видеть и бывают еще половинчатые баллы. 2.5, 6.5 и так далее. И как эти баллы коррелируются с общей европейской шкалой оценки языков. То есть скажем, балл 6-6.5 это уровень A-inmediate B2. 7-7.5-8 это уже C1 и 12. Тут я также хочу отметить то, что экзамен A-inmediate является универсальным экзаменом. Любой человек каким бы уровнем он не обладал, он может сдать экзамен и получить адекватную оценку своим знаниям. И при этом он в любом случае получит этот сертификат. Не может быть такого, чтобы человек сдал и не получил ничего. Это исключено, это невозможно. В любом случае оценка высокой получите. Вот даже есть оценка единичка, уровень стартер. Это если вы совсем языка не знаете, но вы хотя бы что-то написали уже, то уже оценку высокой получите. Не получить сертификат можно в двух случаях. Первый случай, если вы пришли на экзамен и ничего не написали, а слова у них вообще ничего, ни одного слова, ни одной закорючки, тогда вы сертификат не получите, просто нечего будет оценивать. И второй случай, если вы не пришли на экзамен, тогда тоже нету причины вам выдавать этот сертификат. Если вы хоть что-то написали, сертификат у вас уже будет. И это преимущество по сравнению с другими экзаменами, с каждым кембриджскими, где каждый экзамен разработан отдельно на каждый уровень, и если вы не справились с экзаменом, тогда вы можете ничего не получить. Вот на этом слайде вы можете увидеть, как выглядит сам сертификат экзамена IELTS. Они выглядят одинаково в любой стране, в любом тестовом центре. Всегда будут одинаковые выглядят. Справа в верхнем углу будет ваша фотография. Слева от фотографии видите три строчки, выделенные темным цветом. Это ваша фамилия, имя и номер паспорта, по которому вы регистрируетесь и задавали экзамен. Чуть ниже указана дата вашего рождения, правее указан пол. И вот посерединке еще важнее элемент в этом сертификате, посерединке там указан ваши баллы. Баллы выставляются за каждую часть в отдельности, за listening, за reading, за writing, за speaking. И вот крайне правый уже по графику угольника это ваш овероу, общий балл. Общий балл складывается, это обычная средняя арифметическая, складываются на четыре, оценка за четыре вашей части делятся на четыре. Вот ваш овероу. если вдруг при вычислении среднего арифметического ваш балл получился, скажем, 6.25, в таком случае балл округляется в большую сторону и будет у вас 6.5. Всегда округляется в большую сторону. Повторюсь также, что сертификат становится доступным, изготавливается на 13-й день после экзамена и буквально на 13-й день в 0.00 в 0.01 минуты 13-го дня вы можете увидеть результаты ваши на сайте тестового центра, где вы сдавали. В частности, на нашем сайте в том числе. Повторюсь также, что срок действия сертификата два года и еще такой небольшой плюс, я бы сказал, это то, что нет ограничений по количеству попыток сдачи экзаменов. Всего в году представлено 48 экзаменационных сессий IELTS, это 4 раза в месяц, 3 субботы, 1 четверг и вас никто не ограничивает в возможности сдать экзамен хоть все 48 раз, все 4 раза в месяц, все выходные. Если у вас есть необходимость, пожалуйста, ради бога, приходите, задавайте. Вас никто не будет останавливать. Вот теперь я бы хотел перейти плавно к преимуществам и рассказывая о нашем собственно тестовом центре. Наш тестовый центр называется BPCIH Москового IELTS центра. Наш тестовый центр был впервые открытся в 2005 году и мы были первым тестовым центром IELTS в России, независимым тестовым центром IELTS. На рынке мы уже 12 лет занимаемся подготовкой и задачей готовим людей к задаче экзамена IELTS. Это говорит о том, что у нас уже очень большой опыт сложился, да, и сам процесс сдачи экзамена и у нас проходит на очень высоком уровне, и вы можете не сомневаться, что придя к нам на этот экзамен, у вас все 4 части экзамена пройдут слабо, и не будут никаких проблем связанных с поведением экзамена. Далее, легкая регистрация и онлайн оплата на сайте. Действительно, экзамен, чтобы зарегистрироваться на экзамен, вам достаточно потратить минут 10-15 времени, чтобы заполнить анкету на сайте. И также после регистрации вы можете оплатить экзамен онлайн в нашем сайте. Нету другого центра тестового в России, где вы могли бы после регистрации сразу же наладить экзамен онлайн. Далее, экзаменационные классы по стандарту Британского Совета. Как я уже сказал, наш тестовый центр авторизован одним из собственных экзаменов Британским Советом. Он выставляет нам определенные требования, проводит у нас ежегодно аудит, и мы должны соблюдать все его требования касательно проведения экзамена, касательно также стандартам помещений, экзаменов, в которых проводится экзамен. Все эти стандарты требования мы соблюдаем. И за последний наш аудит, который у нас прошел в мае месяце, мы получили оценку отлично, что говорит о том, о нашем уровне подготовки и проведении экзаменов. Далее, экзаменаторы с большим опытом. Все наши экзаменаторы, а экзаменаторы это люди, которые проводят часть спикинг, это люди, которые специально обучены, специально тренированы, это не может быть просто носитель языка, который вот вчера работал поваром и сегодня захотел экзамен Айлд принимать. Нет, это исключено, это люди, у которых заключили колоссальный опыт в сфере педагогики, люди, которые не один год занимаются в сфере образовательной сферы связанной с английским языком. Чтобы стать экзаменатором, люди должны пройти специальное тестирование, обучение. Каждый год, два раза в год этих людей мониторятся, они проходят повторное тестирование и если вы пришли на экзамен на часть спикинга, перед вами сидит человека, вы можете быть уверены, что этот человек никогда, ни разу не ошибался, потому что если хоть раз человек ошибся, то его отстраняют от работы, он не может больше принимать экзаменатор. Поэтому все наши экзаменаторы, люди, которые мало того, что еще очень давно работают, не один год, это люди, которые не случают ошибок при оценивании ваших знаний. Далее, пятый пункт, возможность изготовления до пяти копий сертификатов. Тут я хочу отметить то, что когда вы сдаете экзамен, и на тринадцатый день приходите и получаете ваш сертификат, то мы вам даем на руки только один сертификат, одну его копию. А остальные пять копий мы можем для вас изготовить и направить в те организации, в которые вы посчитаете нужным. Нароки мы вам не даем, но имеем возможность эти копии сделать и отправить туда, куда вы скажете. тут еще хочу отметить то, что вы, кстати, эти организации можете указать при регистрации на сайте, можете указать название организации, адрес организации, но если знаете, можете указать свой кейс-намбер, номер вашего дела. В принципе, даже после регистрации вы можете написать на почту и указать эти организации в этом месте, ни в какой-то проблемы нет. И эти пять копий будут направлены эти организации до пяти копий. В случае же, если вас, скажем, не устраивает ваши результаты, вы получили свою оценку, она вас не устраивает, вы не хотите никуда направлять ничего, в таком случае вам просто не нужно давать свое согласие на отправку. Без вашего согласия мы ничего никуда не отправим. После того, мы получаем от вас согласие, вы напишите или звоните, говорите, что все, меня мои баллы устраивают, я хотел бы подать изготовленный бутбок и отправить его туда-то. Вот после этого мы делаем. Если такого согласия нет, мы ничего не делаем, во избежание каких-либо недоразумений. Далее, наличие разнообразных программ подготовки к АЭЛС. Помимо того, что наш тестовый центр имеет возможность принимать экзамен, у нас также есть еще возможность готовить экзамен. Наш тестовый центр в соседствии с нашим академическим центром подготовки международным экзаменом, где представлено широкое разнообразие курсов подготовки от 8-часового такого крэша курса до 2-месячного курса подготовки. Это также информация более подробно есть на нашем сайте. И вы можете быть уверены, что, пройдя эти необходимые курсы подготовки, я по опыту могу сказать, что человек, не знающий формат экзамена, не сдаст никогда на экзамен на высокую оценку, даже если он носитель языка, без знания формата далеко не уйдет. Поэтому подготовка к IOSU это первостепенные вещи, которые вы должны озаботиться, если вы хотите этот экзамен сдать. Далее. У нас есть возможность предоставлять всем нашим кандидатам, которые прошли процесс регистрации, есть возможность предоставать бесплатный онлайн-курс подготовки. Этот курс был разработан британским советом, в сумме этот курс длится 30 часов и он включает в себя все части экзамена от лестнинга и до спикинга, таким образом вы можете поприцитоваться и ознакомиться с форматом даже используя этот курс и всем подготовиться. И последнее, но не самое маловажное, у нас есть возможность создать пробный экзамен IELTS и проверить свои силы. Что такое пробный экзамен IELTS? Вы приходите в наш тестовый центр и собственно даете пробный экзамен IELTS. Он ничем не отличается по формату настоящего экзамена, за исключением того, что он стоит гораздо дешевле. Если настоящий экзамен стоит 14 тысяч на данный момент, то пробный стоит 2,5. И вот за эти 2,5 экзамены, вы мало того, что прочувствуете на себе атмосферу экзамена, вы уже представляете, что вас ждет на настоящем экзамене. Вы также ознакомитесь с форматом, слушаете инструкции, которые вам засчитываются, материалы, которые вам раздаются. То же самое, весь процесс будет происходить также на настоящем экзамене. и также после сдачи экзамена на 3-4 рабочий день вы на почту получаете ваши результаты, ваши оценки. Также за эти 4 части и общий балл в том числе будет вам выставлен. И помимо оценки вы еще получите комментарий от экзаменатора, который проверял вашу работу. Там будет написано, где вы сделали ошибки, на что вам стоит открыть внимание, какие из частей области знания языка или какие из частей экзамена у вас западают лучше всего, что вам стоит обратить внимание. И таким образом пробный экзамен можно сказать, что это является своему роду генеральной репетицией перед сдачей настоящего экзамена. Вот, собственно, тот курс, про который я говорил. Вот ссылка на этот курс road2iles.com Курс разработан, повторюсь, британским советом. Есть у него две версии. Десятичасовой курс это бесплатный курс. Вы можете его прямо сейчас получить, зайдя на этот сайт. И десять часов у вас уже будет в кармане. И вот этот тридесятичасовый курс, про который я говорил, он вам становится бесплатным после завершения регистрации на нашем сайте, на наш экзамен. Тогда просто вам автоматически на почту приходит ссылка на вот этот вот тридесятичасовый курс, который вы можете пользоваться. А пользоваться вы можете как весь промежуток времени до экзамена, так и еще две недели после самого экзамена вы еще можете пользоваться. Вот, на этом я бы хотел завершить свою презентацию. Сейчас на вопросы пожалуйста задавайте в чате. И это вот контакты нашего тестового центра и центра подготовки к международным экзаменам. Звоните, пишите, будем вам всегда рады. Да, я вижу у нас один вопрос. Да, давайте посмотрим. Да, вопрос по IELTS. Ну, уважаемые слушатели, я напоминаю, что вы можете сейчас задавать вопросы как-либо по IELTS и по-прежнему у нас есть возможность ответить по глобальному образованию. Так, сейчас. Если не сложно, вы зачитайте. Ну, конечно. Вопрос. Вот, Елена, есть ли филиалы вашего центра в Екатеринбурге. Да, в Екатеринбурге есть филиалы. Не только в Москве, в Екатеринбурге у нас очень много городов представлено. С списком городов вы можете ознакомиться на нашем сайте iels.su в разделе IELTS в регионах. Ну, сейчас, если память подведет перечислю, это помимо Москвы Волгоград, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Краснодар, Казань, Якутск, Липецк, Саратов, Пермь, Пермь тоже, Пермь можно делать экзамен. В общем, городов много, все эти города указаны на нашем сайте, можно там ознакомиться и зарегистрироваться уже, даты там открыты, зарегистрироваться и в нужное время прийти и за эти сайты. Среди программ подготовки IELTS есть ли полноценные дистанционные или онлайн курсы? Не все живут в Москве или могут посоветовать другие аккредитованные сайты присутствуют в Москве. Да, в том числе, конечно же, у нас есть и скайп, подготовка к экзаменам. Практикуем, конечно же, более подробную информацию по поводу именно скайп занятий вы можете узнать вот по телефону, который указан под надписью цены подготовки. Сейчас я вам не смог, к сожалению, сказать по стоимости. Но да, это практикуете, такое есть, вполне пожалуйста. Цены везде одинаковые, во всех городах. Нет, к сожалению, нет. Цена зависит, цены отвечаются. В Екатеринбурге, например, сейчас цена, если не память, не изменяет, 19 тысяч 500 рублей. В Москве 14 тысяч экзаменов стоят. Это связано с тем, что эксперты и сотрудники, которые проводят экзамены, они из Москвы едутся проводить экзамен в другие города. Поэтому стоимость больше в другие города. так вот. Все, вам большое спасибо. И вам спасибо. Да, всем спасибо. Давайте посмотрим Q&A и чат. Есть еще вопросы о глобальном образовании. Есть вопросы. Ну, пока ничего. Я так понимаю, что все у нас... А, вот еще вопрос. За какое время можно подготовиться к IELTS с уровня Intermediate? Спрашивает Доминика. Как я уже сказал, вы IELTS можете сдавать в любом уровне владения языком. И с Intermediate вы тоже можете сдать IELTS, если вы получите в среднем Intermediate это оценка 5-5,5. Это уже уровень Intermediate. Тут уже вопрос в том, какой балл вы хотите получить. Если у вас уровень Intermediate это 5 баллов, вы хотите, скажем, подтянуть до APA Intermediate Advanced, в зависимости от того, какие требования выставляет ВУЗ или другая организация, ну, вам, во-первых, нужно будет подтянуть свой уровень языка изначально. Я бы сказал, что с Intermediate и с Intermediate могут дойти достаточно быстро, месяц за 2-3, это может быть, при должном отношении к этому, серьезному подходу к этому делу. А до Advanced это может дойти с Intermediate, я думаю, при усиленной подготовке за полгода. Это реально. в принципе. Так, вопрос обе презентации вышли по почте. Вышли по почте? Да, конечно. Мы, на самом деле, вышли не только презентации, мы вышли все контакты Ливона, Центра по подготовке IELTS, наши контакты напомним, а еще мы скоро дадим ссылочку на YouTube-канал, где будет также эта презентация. То есть, можно будет прослушать тем, кто, ну, захочет вернуться, заодно на YouTube-канале может послушать много всего интересного про другие страны, про обучение в Австралии, Франции, Германии и так далее. Ну, напоминаю, опять-таки, вести проявится вам Санатяев. Да. Вот, еще вот крайние вопросы. Подскажите, если на дату не набирается определенное количество людей, экзамен все равно будет проводиться или дату экзамена будут переносить? Очень хороший вопрос. Спасибо. Если не набирается определенное количество людей, тогда экзамен будет переноситься. Переноситься на следующую дату. При этом, если мы таким образом, если человек не согласен с тем, что экзамен переносится, у него нет возможности по каким-либо причинам уже сдать более позднюю дату, у него, говорят, сроки, дедлайны, тогда есть несколько вариантов развития событий. Первый вариант. Мы переносим вот этого конкретного человека его анкету на другой город, где экзамен будет проводиться с доплатой с его стороны либо с нашей доплатой в его пользу между разницей стоимости. Вот, скажем, если, опять-таки, брать Екатеринбург, скажем, там экзамен стоит 19 900, если вы захотите, по какой-то причине сессия Екатеринбург не состоится, но вы захотите сдать экзамен в Москве, в Москве стоят 14 000, тогда эта разница 5 900, мы вам ее вернем. если же вдруг по какой-то причине у вас уже неинтересен вам экзамен, вы не можете его сдать или какие-то еще проблемы, при отмене переноса сессии мы вам можем вернуть стоимость в полном размере. Но это происходит не так часто. Так, если больше у нас нет вопросов, тогда я думаю, что все наши участники пошли регистрироваться как на IELTS с стройными рядами, так и на программу «Глобальное образование». В любом случае, у вас есть контакты, вы можете нам писать напрямую, будем рады уже подсказать вам. И тогда будем оставаться на связи и надеюсь, что вы все удачно сдаете IELTS поступите в высшее учебное заведение, получите поддержку от программы «Глобальное образование». Ну и на этот раз одна новость. Тогда я хотела поблагодарить наших партнеров, хотела также поблагодарить Марию Шверкову за помощь в организации данного вебинара и тогда до новых встреч. Всем спасибо большое, дорогие друзья. До новых встреч. Я также хотел поблагодарить Ксению и Марию за организацию подобного замечательного вебинара. Я думаю, что мы с вами еще увидимся, услышимся и не раз. Спасибо всем за внимание. Да, хорошо, еще раз всем спасибо, всем удачи и солнечного лета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok